Ну что же, таким тревожным был сегодня прошедший день. Я надеюсь, что сегодняшний день будет более светлым. Я напомню, что сегодняшний день в истории Крыма особенный. Сегодня день памяти крымчаков и евреев, жертв нацистского режима. И у нас в гостях сегодня президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Борисович Эпштейн. И мы сегодня поговорим с ним об этих событиях, которые прошли, казалось бы, совсем недавно, но это должно остаться в памяти. Расскажите, пожалуйста, что произошло, почему именно сегодня такая память? 11 декабря для истории Крыма это действительно памятная дата, потому что 77 лет тому назад в Крыму во время фашистской оккупации были расстреляны большое количество евреев и крымчаков. И вот этот памятный ров, который находится на 10-м километре, который стал для них, так сказать, постоянным пристанищем, там похоронено на сегодня, по некоторым данным, 16-18 тысяч человек. Это евреи, крымчаки, это представители цыганского населения, это моряки. И каждый год мы собираемся, это памятная дата, и собираются представители всех еврейских организаций, крымчаки, национальной культурной автономии, представители власти. И вот сегодня, уже второй год, в этом году будет проходить такая акция, которая называется «Марш живых». Это акция, которая проходит во многих городах России, она проходит в Европе, она проходит в различных странах. Это символ, это символ, когда проходят люди с плавянскими, с шестиконечными звездами, когда проходят со свечами, проходят какое-то определенное расстояние, то есть для того, чтобы показать, и как бы объединить людей, показать и вспомнить те страшные события, которые были 77 лет назад, в частности, в Крыму. И что очень важно, что эта дата, и что в этих акциях принимают участие школьники, что принимают участие студенты, потому что наша задача, чтобы это жило и последующие годы, чтобы эта память была всегда. А для этого цели мы должны передавать все свои знания, мы должны передавать историю и обучать наших детей, наше будущее поколение. После этого пройдет митинг, мемориальный митинг, который пройдет на 10-м километре. И вы знаете, вот с 2004 года в Крыму эта памятная дата является на уровне, так сказать, как государственная уже памятная дата, потому что это было принято решение Верховной Радой Автономной Республики Крым тогда, а в феврале 2015 года, когда Крым стал российским, то Государственный Совет Республики Крым эту дату подтвердил, а в марте 2015 года глава Республики подписал закон. И в этом году предполагается, что на митинге, который состоится у нас на 10-м километре, примет участие глава Республики, примет участие заместитель постоянного представителя, президента в Южно-Федеральном округе, примут участие первые лица Государственного Совета, депутаты, примут наши члены правительства, а также, конечно, будут у нас сегодня школьники, студенты, мы уже знаем, потому что звонки поступают каждый день, поступали, спрашивали, когда можно прийти, где будет построение, а начинаем это все возле музея Таврида, где висит мемориальная доска, это место, где был один из пунктов сбора евреев и крымчаков, которых ввели на эту страшную казнь. Скажите, пожалуйста, а что находится, как выглядит вот этот самый 10-й километр, что там сейчас находится? Вы знаете, 10-й километр, это находился первый памятник, там два памятника, один памятник, который был поставлен советским гражданам, мирным гражданам, а второй памятник, который был поставлен на народные деньги, это памятник именно еврострельным евреями крымчаков. Комчаков, а сейчас уже вот если приехать, то уже видят, что мы начали создание мемориала, уже началась строительная работа, уже есть эта строительная площадка, и мы предполагаем, что в ближайшие годы у нас будет создан большой мемориальный комплекс. Как он будет выглядеть, что туда будет входить, если это не секрет? Не секрет, значит, ну, прежде первая очередь, это у нас будет сделано специализированное ограждение с охраной, с охраной сигнализации, освещением, там будут сделаны, вынесены специальные таблички с фамилиями тех людей, которые уже нашли, это около 3 тысяч человек, которые расстреляны и лежат в этом рву. 3 тысяч из 18? Ну, пока, да, где-то около 3 тысяч человек, но поиски идут, и, естественно, может быть, будем находить и дальнейшее. Затем мы предполагаем, что там будет создан большой мемориальный комплекс, то есть будет создан музей. Это музей памяти жертв Холокоста, и предполагаем, что это будет не один, а будет два таких здания. Ну, это проект мы в прошлом году на 10-м километре показали в модель, в формате 3D показали модель будущего такого мемориального комплекса. Вот, и я очень благодарен, что у нас создана специальная рабочая группа, и нам помогает руководство Крыма, нам помогают наши министерства культуры, государственный комитет по межнациональным отношениям, ну, и самое главное, это люди, которые помогают, участвуют в создании этого мемориала. Это и архитекторы, и проектировщики, просто наши, так сказать, члены нашей еврейской общины, которая есть и крымчакская община, мы как бы работаем все как одна большая команда. И это очень важно. И вы знаете, мне бы хотелось все отметить, что вот в эти дни, когда сейчас у нас такая дата, 77 лет, когда приближается в январе день, Международный день памяти жертв Холокоста. А вот вчера буквально в Риге осквернили могилы советских воинов и могилы памяти жертв Холокоста. В Киеве был принят недавно совсем закон, который, закон о героизации Сухевича и Бандеры. Это буквально несколько дней тому назад, о присвоении возвращением звания героев. То есть, понимаете, этим самым отрицает в Украине, как сказали украинские евреи, проходит отрицание памяти Холокоста. И что очень важно, что в России, что в Крыму у нас этого нет. И что мы все как бы вместе и понимаем эти дни, мы помним эти дни. Это очень-очень важно. Еще раз я хочу сказать, что самое главное, что в этих мероприятиях всегда принимают наши студенты, школьники, дети, потому что наше будущее. Скажите, на данный момент есть данные? Сколько сейчас проживает евреев, крымчаков в Крыму? Сегодня, на сегодняшний день, где-то порядка 10-12 тысяч человек. Это тех, о которых мы, так сказать, знаем, евреев, крымчаков. Это имеется в виду Крым и Севастополь. Поэтому я считаю, что у нас община достаточно большая. У нас уже есть свой раввин. И мы проводим очень много мероприятий. Вот недавно закончилось мероприятие, так сказать, радостное мероприятие. Поэтому я хочу пожелать всем сегодня мира, благополучия, добра. И самое главное, что память об этих событиях всегда жила. Спасибо вам большое за столь важные слова. Действительно, нельзя забывать этого ужаса, и он должен стать назиданием всем будущим поколениям. У нас в гостях был президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Борисович Эпштейн. Спасибо вам еще раз большое за столь добрые слова и мудрое напутствие. Всего доброго. А у нас с вами сегодня продолжается день, у нас впереди новости. Я передаю слово Катерине. Катерина, скажите нам что-нибудь хорошее. Спасибо, Саша, большое. Ну и Ян Борисович, это хорошая традиция, видеть вас у нас в гостях с утра. Мы вам очень рады. Спасибо.